привет ребята сегодня на live today обзор на самые невероятные самые лютые лазеры которые к нам буквально вчера пришли с алиэкспресс сейчас побыстренько мы посмотрим что там внутри и погнали снимать с ними видосик и так в коробочке у нас очки красные зеленые красные синий лазер зеленый лазер красный лазер ключи зарядки 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 насадки зарядки зарядки в сторону это давайте по быстренькому рассмотрим все эти три лазера отличаются не только по своему цвету луча а еще и по функциональным возможностям которые мы сейчас попробуем разобрать дисклеймер кстати в начале видео ребята был совсем не зря ведь лазере довольно опасная штука даже существует случай когда они выжигали сетчатку глаза у человека именно поэтому в комплекте идут защитные очки красные очки предназначены для защиты от синего и зеленого лазера а зеленые очки для защиты от красного причем лазерный луч в очках становится полностью невидимым а еще в комплекте идут насадки при помощи которых можно устраивать даже лазерные шоу лазеры вообще универсальная вещь они используются и в медицине и военные промышленности я уже молчу о том что лазерами можно одуренно поиграться а если у вас есть и животные так это вдвойне веселее а еще ребята в 1984 году ссср разработал лазерное оружие для самообороны космонавтов космосе вы только представьте себе эту картину ну что ребята погнали тестить лазеры а начнем с того что выясним какой же красный синий или зеленый самый мощный в плане прожигательной способности для этого берем такой вот пенополиуретановый пластиночку и на ней выясним хуис ху синий практически мгновенно прыжок потом мы видео посмотрим на там вроде бы прошли буквально доли секунд уже и красный до прошел зеленый начинает появляться ну что ребята на скорость прожигания первым оказался синий он справился своей задачей буквально за доли секунды на втором месте красный далее зеленый лазер а теперь берем все три лазера и проверяем их мощность на больность то есть берем воздушные шарики выставляем в ряд и проверим какой лазер лопнет больше воздушных шаров не ожидали мы конечно ребята что синий шарик настолько дурной и с первого раза поставили очень близко к шарам так вот даже шарик который находился на расстоянии четыре с половиной метра синий лазер даже не заметил дальше конечно поигравшись мы все же выяснили что эффективное расстояние при котором можно лопать шарики синим лазером составила 13,43 метра ребята ссылку на этот лазер где его купить на алиэкспресс и на другие лазеры мы оставим в описании под видео а вот зеленым лазером все оказалось не так феерично и его эффективность закончилась на расстоянии метр ноль два принципе ребята это и не удивительно ведь он заточен под другие цели а под какие именно но им сейчас расскажем смотрите дальше на этом примере отчетливо видно что для лазера очень огромное значение имеет цвет шарика так как черный хорошо поглощает все лучи и практически ничего не отражает поэтому лопаются на ура если на цветных шариках безоговорочным фаворитом был синий лазер то красный и зеленый имеет практически одинаковый результат для того чтобы выяснить какой же лазер круче красный или зеленый мы заменим все цветные шарики на черные и продолжим эксперимент и того эффективное расстояние работы зеленого лазера составила всего лишь метр десять в то время красный лазер пробил шарики расположены даже на расстоянии четыре с половиной метра результат ясен синий красный зеленый идем дальше о паренек покупай шарик 20 гривен всего лишь то не он мне не надо отойди от меня пожалуйста шарик за 20 гривен блин бракованный малыш возьми не за что что это за херня шутер ах ты шутер ах ты шутер интересно хватит синему лазеру мощности чтобы насквозь прожечь киндер давайте проверим на конечно лазером пропалить фольгу просто нереально потому что температура плавления алюминия очень высокая ну короче для лазера она просто непостижимо поэтому сейчас снимаем обертку и попробуем просто шоколадное яйцо расплавить лазера кстати в той точке в которой мы грели уже шоколадное яйцо немного подплавилась и того лазер у нас разрядился давайте ребята посмотрим сколько же он успел за это время прожечь шоколадном яйце видим входное отверстие шоколад подтаял поп дырочка и сверху из дырочка ничего себе насквозь прошел видно с этой стороны шоколад подплавил но большему мощности не хватило на том том как и кент еще один забавный результат если киндер насквозь мы прожечь не смогли то олова плавит на ура давайте это посмотрим прожигательной способностью разобрались а теперь давайте проверим наши лазеры на дальность для этого выйдем в поле выберем хорошо просматриваемый участок в один километр и сравним яркость трех лазерей а также выясним у кого самая сфокусированная точка луча повторюсь на расстоянии в один километр погнали вот мы светим красным лазером на черную доску ребята вы можете видеть насколько большое пятно у луча во первых он какой-то размытый ну ясности здесь конечно мало в принципе лазер светит но свет рассеянный результат достойный учитывая расстояние ребята синий светит намного сильнее чем светил красный его даже очки одел потому что он слепит правда луч конечно гигантский он просто огромный фокусировка такого лазера намного хуже потому что смотрите пятно вот где начинается и аж вон где заканчивается еще выше даже можно поднять то есть получается диаметр луча на расстоянии километр порядка одного метра фу ну конечно синий лупаш это много сильнее без очков случайно гляну в ту сторону аж глаза заболели так ну что переходим к теперь самому дикому зеленому лазер при расстоянии в один километр зеленый луч самый яркий он ярче всего отражается на доске это можно очень хорошо заметить ребята вот смотрите насколько он был яркий вспомните насколько красный был тусклый конечно пятно у зеленого кажется больше но меньше при этом чем у синего но светит вот просто руку подносишь и как будто тебе сюда светят я не знаю фонариком вообще с небольшого расстояния даже пацаны на расстоянии километр не синий не красный не видели а этот говорят им прям с такого расстояния с километра они видят куда они попали точкой конечно зеленый лазер превосходит и красный и синий явно фаворит а еще ребята прямо сейчас мы сделаем крутой лазерный микроскоп схемы работы такого микроскопа очень проста луч лазера закрепленного на штативе светит на каплю жидкости и проецирует увеличенное в десятки тысяч раз изображения на стену за кадром мы перепробовали все три цвета лазера и оказалось что на зеленом такой микроскоп работает лучше всего для изучения под микроскопом возьмем три физиологические жидкости слюну кровь и яблочный сок не тут мой яблочный сок все яблочный сок готов осталось у кого-то из пацанов взять кровь и уже начинать наш эксперимент блин какой тут трафик яблочном соке столько жителей а убежала прямо не знаю общежитие какое-то или гипермаркет трц внутри не все куда-то движутся валят не сюда сюда дать да реально общежитие какое-то пока мы настраивали кстати наш микроскоп лазерный мы видели одну какую такую здоровую черную бактерию микроб не знаю что такое было но она такая страшная была это же димон дорогу ой блин ты че сделал в проекции из капли крови живых организмов просто миллион причем они двигаются настолько быстро и хаотично что отследить их перемещение просто нереально правда скорее всего это не бактерии микробы как в предыдущем образце кровяные тельца если в яблочном соке было общежитие то это больше похоже на какой-то ночной клуб здесь мы видим что в слюне движение происходит намного медленнее наверное это объясняется тем что консистенция слюны намного гуще чем в крови или яблочном соке следующие ребята что мы сделаем будет лазерная сигнализация мы уже выяснили что красный и зеленый луч самые яркие самые сфокусированные но зеленые при этом явный фаворит его и возьмем за основу а также ребята 20 зеркал которые мы будем крепить друг напротив друга и пускать между ними лазерный луч схема такой сигнализации довольно проста один транзистор пару сопротивлений конденсатор и фотоэлемент ну еще звонок в качестве фотоэлемента мы взяли солнечную панель с калькулятора правда получилось у нас это не с первого раза все потому что калькулятор жутко китайский вы только зацените ребята какой здесь муляж фотоэлемент не фотоэлементы кусок покрашенного пластика и тупо приклеенный на малярный скотч поэтому нам пришлось разобрать еще пару калькуляторов прежде чем все же мы добыли фотоэлемент вот мы собрали схему на столе и сейчас наглядно покажем как это работает как только я подношу руку перекрывая световой луч сразу срабатывает сигнализация она реагирует не только если перекрыть на какое-то продолжительное время даже если кратковременно даже если пальцем я буду просто водить через луч сигнализация все равно срабатывает выставили мы ребята зеркала получили просто бомбезный результат смотрите сколько лазере сколько лучей конечно смотрится как в жизни намного круче да есть один минус очень сложно выставлять эти все зеркала потому что это такая тонкая кропотливая работа но зато она того стоит кстати у нас расстояние между зеркалами 3 метра и всего мы получили 8 лучей больше к сожалению не получается так как лучше очень сильно рассеивается и в конечной точке мы получаем очень мало света на фотоэлементе конечно пробраться через такую защиту просто нереально тема у нас самый резиновый он сказал что он сейчас пройдет все эти лучи если не пройду больше не каждый по пендалю дать ну ладно темно уже пенда лет тебе даем тут и были богу зацепить да ребята лазеры конечно крутые но видео пора заканчивать давайте 100 тысяч лайков под видео и мы что-то еще найдем крутое на алиэкспресс все пока пока пока